В детстве о своём мотоцикле мечтал каждый. Сегодня время воплощать мечты в жизнь. В наших программах мы покажем вам тест-драйвы мото-новинок, сюжеты о людях, которые выбрали жизнь на двух колёсах, и репортажи о мотосоревнованиях. Привет, друзья! В Москву наконец-то пришла весна, и пришла не только календарная весна, но и мотовесна. Впервые в истории проводится выставка «Мотовесна-2016», и мы ведём наш репортаж отсюда. Здесь самые новые мотоциклы, кастом и тюнинг-шоу. Здесь самое интересное событие мира мотоциклов этого сезона. Это программа «Два колеса». Я Павел Курлапов. Погнали! Этой весной выставка заняла два огромных павильона, собрала почти 70 компаний-участников и более 230 единиц техники. Множество активностей развернулось и на открытых площадках. Изобретатель, идейный вдохновитель и главный организатор выставки «Мотовесна» Дмитрий Хитров. Дим, скажи, пожалуйста, в наше вот такое непростое время, когда выставки и авто, и мото закрываются в стране, ты взял и открыл целых две выставки «Мотовесна» и «Мотовесна». Расскажи, для чего и вообще как тебе в голову пришла такая идея? На самом деле всё не так. Я открыл три выставки. Ещё мы забыли про Краснодарскую выставку, но культура не умирает. Люди продолжают строить мотоциклы, люди продолжают о них думать, мечтать. И плоды их мечтаний и дум мы можем видеть здесь на экспозиции. Кастом и тюнинг-шоу – это этап чемпионата мира по кастомайзингу. Здесь выбираются лучшие мотоциклы России, и два лучших поедут в этом году в Германию на финал чемпионата мира по кастомайзингу, где сойдутся, соответственно, с лучшими билдерами, лучшими строительными мотоциклами в мире. Конечно же, не ставя в угол инноваций брендов, которые у нас в втором зале представлены достаточно обширно. Так что есть на что посмотреть в любом случае, но здесь душа. С нами сейчас Сергей Мальцев, победитель прошлогоднего кастом энтюнинг-шоу 2015 года. Мотоцикл достаточно необычный, он действительно очень красивый, но, насколько я знаю, основная цель его создания была не стоять на подиуме. Мы построили мотоцикл с целью поставить рекорд мировой скорости на всемирно известном месте, как Банавир. Вот такой странный выбор двигателей М72. У нас у всех были старые Уралы, мы все знаем, как они ломаются, и что из них, в общем, достаточно сложно извлечь какую-то значительную мощность. Вот это такой немножечко мазохизм, или почему этот выбор? Мы бы очень хотели это сделать все на отечественном двигателе. Единственный отечественный двигатель, к счастью, или, к сожалению, не это, я не знаю, подходит М72, но тот класс, который мы действительно сможем с этим двигателем, смогли поработать и выжать из него то, чтобы претендовать на рекорд скорости. И мы прошли 93 мили, это очень хорошо, потому что только третья передача. Есть два-три мили? У нас еще три передачи на две мили, там уже нам не так уж много остается для того, чтобы порвать рекорд. Несомненный фаворит выставки, всегдашняя звезда Юрий Шив, самый известный кастомайзер на постсоветском пространстве, в этом году представил совершенно новый свой мотоцикл в год 55-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос, одноименный мотоцикл. Юрий, скажите, пожалуйста, о своем новом детишне. Мотоцикл давно был задуман, находился два года в производстве, он является второй частью триптиха. В первой части у нас был мотоцикл, построенный в 2007 году, назывался Валерий Чкалов, это вторая часть, наверное, будет третья. Очень яркий мотоцикл, спасибо вам большое за то, что радуете нас своими работами. Работаю, спасибо. Настя Нифонтова, моя коллега и чемпионка мира по ралли-рейдам. Настя, скажи, пожалуйста, для тебя эта выставка, она играет какую-то роль в плане продвижения мотоспорта в России? Хотелось бы, чтобы выставки проходили, скажем так, в более глобальном масштабе, да, там есть варианты сравнить с тем же Миланским экспо, и пока, конечно, это в сравнении никакое не идет, но ребята, которые делали мото зима была, да, мото сейчас весна, они только-только, я так понимаю, начинают вот эту всю тему развивать, и я им желаю удачи, они очень двигаются, мне кажется, в правильном направлении. Мотовесна объединила в себе практически все слои мото-общества, это и кастомайзеры, и обычные мотоциклисты, и спортсмены, и остался у нас самый большой, пожалуй, в России пласт, это любители внедорожных покатушек Антон Панчехин, лидер, пожалуй, самого большого в России объединения любителей квадроциклов. Антон, скажи, пожалуйста, для тебя эта выставка, это в первую очередь что, что ты хочешь, скажем, извлечь из этой выставки? Наша задача, в первую очередь, это показать публике, что мотоциклами все не заканчивается, что есть еще целая внедорожная индустрия, внедорожная тема, это квадроциклы. И, собственно, наш клуб, он сделан для того, чтобы вовлекать людей в эту внедорожную тему, кататься на технике, привлекать своих жен, детей, и получать от этого максимум удовольствия. Ваш клуб сколько людей объединяет под флагами? На сегодняшний день у нас порядка 65 тысяч только зарегистрированных пользователей по всей России, страны СНГ, и еще порядка 100 тысяч читателей, которые просто пока интересуются, но не входят в состав этого клуба. Вы представляете, почти 200 тысяч человек ездят на квадроциклах в этой стране. Наверняка еще больше, но это клуб, это армия, и это круто. Спасибо тебе большое. За три дня работы Мотовесна собрала более 11 тысяч посетителей, любителей мотоциклов и активного образа жизни. Здесь были кастомы, фристайл, станд-шоу, тест-драйвы мотоциклов для взрослых и даже гонки на беговелах для самых маленьких посетителей. Словом, настоящий праздник. Для первого раза очень неплохо. Остается пожелать успехов организаторам о выставке развития. Сегодня утром синоптики обещали дождь, хмарь и холод, но в Москву пришла мотовесна. Сотни мотоциклистов приехали в Сокольники, чтобы отметить этот праздник, начало сезона 2016 года. Впереди у нас мотолето, тысячи километров дорог, а это была программа «Два колеса», я Павел Курлапов. Встретимся на дороге. Продолжение следует...